В актовом зале Славянского электротехнологического техникума в преддверии празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялась выставка «Рекви. Мы идём снова там, где гремела война». Была организована презентация деятельности поисковых организаций. Подробности в материале моих коллег. Всё меньше ветеранов могут рассказать нам о событиях тех далёких лет, а значит, обязанность нынешнего поколения ещё раз поклониться их великому подвигу. Доказать, что не зря нам доверена память. И сегодня есть люди, для которых война не закончена. Это поисковики, которые идут в новый бой с целью найти солдат, которые числятся пропавшими без вести – бойцов и командиров Красной Армии. Перед началом концертной программы в холле Славянского электротехнологического техникума развернулась выставка «Рекви. Мы идём снова там, где гремела война». На ней были представлены экспонаты, обнаруженные при проведении полевых поисковых работ. «Советский пулемёт системы Дегтярёва – один из легендарных оружий того времени. Его нашли два года назад в Анапском районе. Такая находка для поисковых отрядов – большая удача». На территории нашего края действует 17 поисковых организаций, которые за 19 лет работы обнаружили останки более 11 тысяч советских солдат, установили имена более 300 из них, обследовали места падений более 100 самолётов. Один из таких поисковых отрядов – наш Славянский – Ка-95. В этом году организации исполняется 10 лет. За это время, благодаря работе отряда, была увековечена память многих погибших во время Великой Отечественной войны. «С тех пор, когда были рассекречены данные по захоронениям и выложены в интернет, это позволило именно разработать программу «Искать, чтите память», о которой идёт речь. «Она позволяет нам точно установить, сколько людей и кто конкретно погиб в Славянском районе, уточнить списки на памятниках, а также, ну, как бы, во-первых, безвестных найти. И ещё эта программа подразумевает перезахоронить. Ещё по дворам много лежит бойцов». Поисковый отряд «Черномор» города Анапы также представил экспонаты на выставке. Его работа ведётся на протяжении пяти лет. За это время было проведено более 200 экспедиций во многих районах края. «Попадается много сопутствующего материала. То есть, это личные солдатские вещи какие-то, предметы быта, окопное творчество так называемое. И нашу выставку мы привезли сегодня сюда, в город Славянск, показать ребятам, тоже рассказать о себе. В рамках краевой молодёжно-патриотической акции мы идём снова там, где гремела война». Каждый экспонат, представленный на выставке, необычный и эксклюзивный. Советские бойцы пользовались фляжками, стреляли из винтовок, носили форму. Всё это сейчас находят работники поисковых отрядов. Безусловно, все эти вещи не только несут свою энергетику, но и являются вечной памятью о советских героях. С большим интересом осматривали выставку студенты, приглашённые на мероприятие. С приветственным словом выступил начальник управления по делам молодёжи Олег Смольников. Он призвал студентов принимать активное участие во всех патриотических акциях, посвящённых 70-летию Победы. «Под руководством главы Славянского района выполняем основную задачу по проведению очень большого количества мероприятий и акций на территории нашего района, военно-патриотических акций, акций «Георгиевская лента», «Бессмертный полк» – это парад победителей в рамках всероссийской акции «Бессмертный полк». И множество-множество других мероприятий, которым является и сегодняшняя. Мы идём снова там, где гремела война. Я бы хотел всех вас пригласить поучаствовать в этих акциях и в качестве участников, и в качестве активистов и волонтёров. В рамках мероприятия состоялась демонстрация видеофильма по презентации деятельности поисковых отрядов Краснодарского края, а также состоялся небольшой концерт. В завершение акции участникам мероприятия были вручены информационные брошюры, календари и георгиевские ленты. Тина Кабачевская, Георгий Калинин, программа «События». Кабачевская, Георгий Куч